слова какая погода будет 5 11 17 надеюсь летная на летная погода катапультин хорошую фамилию да так сейчас мы еще тут какие-то новости я хотел уж на завтра тогда будем оставлять вот какие-то последние новости так ну ладно давай тогда все на завтра сейчас будем отвечать на вопросы да и или что-то еще пробежим да ну в общем то основное все все что все что осталось можно назад так кровавый дождь пишут какая погода будет да нет я надеюсь что сильно утрируется это я думаю что все будет гораздо проще что может быть пройдет некоторое время и скажут и чем мальцев там так пугал всем этим там все ерунда какая-то там на один плевок было работать но вышли всех вынесли прям даже не вынесли пришли а там уже нет никого они говорят а там встречаются каравай выгодом и тут вообще заждались вас всех просто нет ни никаких сил уже даже да вы чё так долго шли там могли могли раньше прийти все и все мальцев такую музыку слушать да всякую я слушаю музыку очень я люблю учете классическую музыку очень люблю рок и чё люблю больше даже не знаю потому что я на из вас саживаюсь на классику то все то есть вот нет достаточно чуть ли так прозвучал услышал и думаю вот вот надо послушать у меня как какая-то мысль по этому поводу и все я щелкнул на компьютере зашел и туда и все я там потонул потом точно так же срок музыкой ну в основном вот рок музыка шестидесятых семидесятых восьмидесятых годов и классическая музыка ну такие тоже плак классический композитор моцарт бах бетховен чайковский но рахманин конечно сергей васильевич очень люблю рахманин его прям как люблю рахманин его так queen конечно queen безусловно очень люблю спрашивают почему пар нас не смог договориться с яблоком по вашему очень я рад что это произошло что пару раз не смог договориться яблокова договорился с мальцевом вы же понимаете что если пар нас договорился с яблоком никакого бы праймерис не было и и ну по вот пар нас договорился бы с яблоком как вы думаете сколько было бы процентов без мальцев внутри три с половиной и все а если мальцев яблоко и пар нас хит комбо ну вот понимаешь ситуация какая тут с одной стороны есть плюс какой-то от либеральной части яблочный но с другой стороны есть минус вот от нашей аудитории вот мне говорят мы не воспринимаю касьянова и голосовать не будет но представь в этом списке среди известных либералов касьянов один а если бы это был там нет там даже от пар нас нет ни ни одного звучного такого имени который бы связано было с либо с либерализмом зубов профессор историк понимаешь и как он 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 не политик а представь если бы туда даже в список вошли пар нас овский какие-то активисты которые на слуху это уже минусы а плюс еще туда туда вошли яблочник который и мне бы сказали тут половину вы сказали а мы не хотим голосовать того что там гриша да как как станислав говорухин не жаловат свое время помнится я никогда не забуду выборы организовывали президентские для говорухина если вы помните он шел в альтернативу путину и говорил я только поэтому приехал меня попросили год ты можешь отработать уговорухин на выборах я город да а в качестве кого я говорю в качестве всего я сам приеду со своими людьми буду работать сколько будет стоить нисколько и так оно есть и мы приехали пахали как папа карл так вот я помню приезжать потом он это в эфире сказал и такой грустный я гора чё такое а он будет а представляешь как ягод телевизор включать там явлинский ягод радио включает там явлинский а тут год рубашку надо было погладить ягод включил утюг и где ты заговорил явлинский оказывается утюг у него какой-то хитрость радио жена включила радио включаешь в розетку сразу включается радио включать утюг и вот он где включил утюг а там тоже явлинский вот с этих позиций конечно масса людей которые не захотел голосовать за список где явлинский потому что они сказали а ну опять это будет демагогия какая-то опять никаких толков там туда-сюда кроме всего прочего способ на касьянова трудно воздействовать поймите правильно на него очень сильно наехали его весь этот период пытались обидеть и унизить вот весь приду ну вот этот вот период перед праймерис а я мишу знаю лично и в общем-то он человек достаточно так сказать крепкий внутренний да он там либерал да он демократ да он не любит там как-то ругаться открытый так дальний он может за себя постоять как так как для кого-то может быть не но новостью будет и конечно тогда ему сейчас говорят что-то давай договоримся неизвестно он не хочет договариваться с теми кто его пытался обижать унижать там и так далее а если бы неизвестно если были вот эти люди они бы наверняка их никто не не трамбовал не пихал они запросто могли бы чуть сделать поэтому вот вот такая конфигурация она от бога поверьте она устраивает абсолютно то есть такое ощущение что нашу работу за нас сделал кто-то другой она сама собой сделалась вот посмотрите те люди которые пытались нас не пустить а они сделали очень благое дело они подняли вот эту волну они нашухарили они сами как те демоны сама ликвидировались их нет они нам не мешают ну то есть идеально косян стал в кпсс да насколько я знаю стояла я не стоял в кпсс никогда в жизни стоял и вот про меня много рассказывают всяких этих баек насчет в разных партий где я состоял я сам могу рассказать что был понятно самого начала я нигде никаких партий не стоял в начале 90-х я вступил в конгресс русских общин и стоял всегда в конгрессе русских общин и на и не сейчас состою но его они и конгресс русский общин не является партии это общественная организация да вот и вот я стоял стоял знаешь кро все время и и дошел до 99 года сентября не состоя уже избравшись дважды депутатом по одномандатке не стояв больше нигде я случайно встретил и это описано было кстати вячеслав виктор чем как только он стал вице-премьером он почему-то в газете об этом со газете сообщил об этом случае случае достаточно веселый я иду 99 год приехал я встретиться с лебедем мы с ним дружили состоял я в чести и родине еще и тоже общественно партия она была ночью это в рамках кро все был честь и родина с лебедем все всю дорогу мы с ним были вот 29 году в сентябре приехал в москву нет не в сентябре в августе иду я по новому арбату и вдруг володин встречаю он бы слышь тут вот у нас такие дела там отечество а я гуда у вас же вы давыдову выставляете я и не думал и когда ты пойдешь от отечества я говорю а как я пойду у вас там давыдов я с ним решу договорюсь я говорю ну не знаю я говорю нужно это идти вообще от отечества но советовался со своими товарищами по конгрессу русских общин они говорят да чё такого иди там ушков там ну фиг с ним и все я пошел от отечества тогда в общем-то этот вариант когда подбросили с наркотиками наркотики с пистолетами и так далее много 60 тысяч голосов я собрал по саратову но не прошел тогда победили коммунисты но зато вячеслав викторович благодаря этому прошел государственную думу и если мы помним и после этого значит вот я занимался выборами у говорухина его я знал еще до этого и давно а потом значит создавался стала единая россия и мне лолодин и говорухин говорят давай вот в единую россию вступай ну в качестве как учредитель вот единство и отечество чтобы единую россию создать ягод учет с единства неохота как-то они очень горжи и меня убедили мы там будем а тебя там не будет ну короче я туда давай главное что там не будет путина не обещали да да мне это был я почему говорухин был гарантом что путина он на духа не переносит и мне было сказано вот конкретно станиславом сергеичем что как бы создать создать сильную партию которая будет противостоять путину я стал дав я всегда ура там и когда я увидел что все происходит совсем не так я сразу спрыгнул в 2003 году я стал ребят все я ухожу подошел к двери прям заседание единой россии подошел в двери а мне на ум вкричит эта дверь закрыта она действительно и а я уже ее рванул ну и я ее вынес эту дверь вам вырвал но я не знал что закрыта оторвал дверь и вышел через закрытую дверь из единой россии до сих пор прикалываются по этому поводу все вот ну тогда я весил на килограмм 120 или 130 наверное силен может быть побольше чем сейчас а может и нет не знаю оторвал я на эту дверь вышел и вот после этого говорю и начал к конечно противостоять единой россии понял что это с путиным единое целое сейчас они тут будут вытворять страшные страшности и вот 2005 году шестом написал манифест нашей борьбы с партией единая россия и значит в рамках конгресса русских общин мы пытались создать партию великая россия там где-то она там ультра националистическая она никакой не ультра было там разные совершенно националисты это была попытка объединить всех националистов ничего не получилось потому что власть это не дала сделать и так далее потом в 2012 году я пробовал идти от парнаса немцов был за это касьянов за это но рыжков был против этого и парнас по саратской области повел не я они получили там 0,1 процента а я пошел от коммунистов и в общем набрал достаточно много 93 процента но мне не хватило так что надо всегда набирать 100 до поскольку там все так здорово подтасовали в результате мне дали только сколько 30 процентов 29 ночи какую-то фигню поэтому я как-то вот хотел бы написано даешь мальцев из утюга я хотел бы чтобы был понимание что всегда я был национал демократом никогда не менял своих точек зрения в различные партии я использовал всегда конечно как инструменты своей борьбы борьбы с беспределом который этот режим здесь творит поэтому я не думаю что как-то вот херсону и жене вероники передают привет я передаю привет чьей-то жене это не моя жена чьей-то жилье вероники из херсона привет привет говорухин пишет обороте но нет у него вот это вот трансформация она заняла очень большое время и я был свидетелем но не до самого последнего периода последний раз и виделись наверное мы на его день рождения это было в 2006 году а 10 лет назад до или 2005 даже году да тогда вячеслав викторович таскал меня по госдуме по кабинетам показывая своим соратникам горюк alguna знаете кто это ангел мальцев а вы знаете что у него нет ни одного ордена и медали и все когда даже у нее нет ни одного ордена мяю моих я тогда очень сильно попросил чтобы у меня не было ни одного ордена медали и медали у меня есть за все за всю мою жизнь у меня есть грамота 1 почетных а вот я так и хочу чтобы осталось чтобы никаких орденов и медали я не хочу испортить свои похороны глупыми вот этими подушечками до время у нас в сочетании некоторые делегаты съезда стали нашими зрителями да да я вот и я хочу еще не закончил я знаю я специально сейчас запишу записал я хочу вот у всем делегатам съезда пар нас сказать что когда вам говорят что его и они поняли кстати что мы как-то там по-разному мыслям никак мы не по-разному мы же с вами со всеми сидели накануне голосования разговаривали у нас абсолютно одинаковые мысли а по-разному как это не печально к сожалению но вы мыслите с московскими тусовщиками но они по-другому мыслют они у них своя свадьба у нас своя и высока мы с тобой одной крови ты и я поэтому я хочу сказать спасибо за то что они проявили мудрость за то что они проявили понимание некоторые не были нашими зрителями но при этом сразу же смогли понять что вот это новая волна и есть и сразу смогли окрылиться то есть некоторые мне признавали что очень был плохой настроение опять эти выборы да надо ли на них идти да сейчас опять нас там обманут никуда не пустят отовсюду выкинут и при этом как-то еще себя чувствовать унижено и тут вдруг они говорят и вдруг такой вот информационный такой толчок и они поняли что независимо ни от чего они получат удовольствие потому что уже драйв идет уже все вот состояние войны наступило ну драйв я вам обещаю войну так сказать политическую вот эту тоже обещают я не обещаю вам интриги я не умею к сожалению интриговать если бы умел интриговать ну наверное как-то жил бы по-другому потому что да но это свойство характера да ну любитель интриг он как-то как по-другому живет да тогда бы я тоже сейчас наверняка был давным-давно в московской тусовки ну если бы любил интриговать приехал там ходил харри торговал меня папа их у москвы крутили то я бы разговаривал абсолютно по-другому наукообразно делал бы такие же и не делили людей по даже вообще не делил бы людей вообще отделил бы бабки вот это вот нормально но я сейчас как-то по-другому себя веду я извиняюсь что долго на общение долго 41 минуту мы и дольше затягивали все так что делегатам съезда парнас огромное спасибо вот увидите я ваше доверие не обманул посмотрите я гарантирую да еще они одни все очень рады и они вам просили тогда что они надеются и верят в то что тот кармаш который они вам дали вы реализуете и докажет что мы не просто так сделали этот выбор а сделали правильный и самое главное они верят в то что вы сможете привести их победе сто процентов мы сможем привести всю россию к победе я в этом уверен если я не был этим уверен в этом уверен я бы столько сил средств жизнь свою ну не стал бы на это класть потому что если вдруг как-то будет что-то по-другому тогда то есть в конце жизни я должен сказать я все в жизни сделал неправильно сашку разочарование нет я хочу сделать все правильно и и думаю что все тоже этого хотят наши зрители чтобы мы все сделали правильно мы молимся за вас пишет а я молюсь за вас причем постоянно тоже потому что вы понимаете если у меня не будет не будет вас то ничего у нас не получится вы как раз это та сила и вы должны прекрасно понимать да есть мальцев да вы там какие-то вещи вообще мессианские пишите мальцеву ну приписываете так скажем но но каким бы миссии я там не был я не знаю я ни в коем случае без вас ничего не смогу сделать нужен народ вот именно тот народ который сейчас находится у нас не в самом лучшем состоянии и и и наша задача вот ваша задача моя задача была разбудить вас ваша задача разбудить их поверьте то есть вот сейчас словакии в болгарии праздник есть будителей народа над кстати посмотреть когда там они в разные дни у болгаров и у сербов вот нам тоже нужно будет обязательно после того как мы возьмем власть как сделаем прямую демократию учредить праздник будителей народа потому что многие здесь присутствующих это будители народа многие вот те кто не только смотрит мальцева но и несут эти идеи в люди кто старается разбудить вот растолкать эту вату это очень важно спасибо вам огромное папа насчет упал вот это упал человек который теребит микрофон а если начнут стрелять по людям такой вопрос задают но чем больше людей мы разбудим тем меньше вариантов что в нас начнут стрелять из мы разбудим всех и разбудим тех кто может гипотетически в нас стрелять то мы избавим их от этого греха нужно понимать нужно относиться к ним еще и с некой любовью потому что мы должны их заставить в нас не стрелять то есть спасти их от этого страшного греха от этого смертного греха мы должны спасти вот этих людей которые может быть некоторые сейчас и готовы но поверьте к новому году вот мы с вами об этом поговорим в новый год кто готов стрелять в нас ситуация будет абсолютно другой это будто единиц каких-то отморозков будут конечно такие кренделя такие очень красив которые потом первые разбегутся которые будут говорить мы готовы выполнить любой приказ нашего главнокомандующего вот хрена лысого убегут первыми а и мы советуем посмотреть выступление уралвагонзавода в обращении бюджета владимир 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 владимирович ожидает на уралвагонзавод в г чтобы защитить его спасибо вам спасибо что вы нас смотрите данного исторический путь сколько остался опять чуть просчитался 486 дней и 1 час до свидания до завтра смотрите от подготовку подписываться на наш ставьте лайки до свидания и